Украл, выпил в тюрьму. Эту нелишенную романтизма и сложившуюся годами схему разрушили федеральные законодатели. Летом этого года в силу вступил закон 323 о декриминализации. Изменилась конструкция состава некоторых статей УК, и часть преступлений теперь карается не уголовно, а административно. Те, кто по данным статьям на момент вступления закона в силу отбывали наказание, получили право на пересмотр приговора и в ряде случаев освобождения. На сотрудников УФСИ наброшился поток обращений от спецконтингента. Узнать, положена ли им свобода, с чистой совестью, захотели более шести сотен человек. За неквалифицированную кражу у нас уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба в сумме свыше двух с половиной тысяч рублей. Раньше это было до тысячи. Ответственность будет наступать в случае причинения побоев близким этого лица, к которому относятся родственники, свойственники, ряд других лиц, которые указаны в законе. Также уголовная ответственность наступает при нанесении побоев из хулиганских побуждений по мотивам расовой, религиозной, либо другой ненависти. Декриминализированные побои с формулировкой на фоне личной неприязни. Также подлежат освобождению неплательщики алиментов. Для них федеральные законодатели предусмотрели шанс на исправление и ввели сначала административное наказание. Мы сейчас к административной ответственности привлекаем по 5.35.1. А уже те должники, которые привлечены к административной ответственности в соответствии с законом в течение двух месяцев, дальше продолжают не оплачивать, мы их привлекать будем по уголовной статье. Просто убралось коэффициент, не коэффициент, а принцип злостности. Раньше надо было доказать, что он злостно это делал. Мы про злостность сейчас с вами поговорили. А теперь просто хватает слово «неуплаты». Всего из мест лишения свободы с июля освобождены 74 человека. Многим тем, у кого в послужном списке не одна статья, в том числе попадающая под закон, сокращены сроки наказания. Отсмотреть все дела спецконтингента, а эпизодов в них бывают десятки, сотрудники УФСИН не могут, поэтому проводят разъяснительные беседы с осужденными и просят позаботиться о собственном освобождении самостоятельно и написать ходатайство в суд. Самая распространенная статья 158 – это кража. В суды было направлено около 500 материалов на рассмотрение. Из них рассмотрено около 250. На свободу, из мест лишения свободы было освобождено 56 осужденных. В отношении 185 осужденных был изменен приговор. Коснулись изменения в законе и тех, кто отбывает наказание, не связанное с лишением свободы. Их в регионе 2000 условников, приговоренных к обязательным и исправительным работам. Рассчитывать на сознательность этой категории граждан сотрудники уголовного ведомства не стали. Сами просмотрели личные дела и обращались в суд с просьбой освободить осужденных от наказания. «От наказания, не связанных с изоляцией от общества, было освобождено 238 осужденных, в том числе один несовершеннолетний, осужденный к обязательным работам. В это число вошли обязательные работы 4 человека, исправительные работы 196 человек, ограничение свободы 4 человека, условное осуждение 33 человека». Закон о декриминализации заключенные в колониях восприняли как амнистию и завалили суды прошениями и ходатайствами. Нагрузка на судей выросла кратно. Сотрудники УФСИН отмечают, поток заявлений не истекает. Даже те, кто под изменения в законе не попадают, надеются на освобождение.